Нормально. Королеве Марго достался Оскар. Это не Голливуд, а счастливая история спасения щенка. В Донецке около полугода работает проект ветеринарной помощи бездомным животным при поддержке благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины». О тех, кто неравнодушен к проблеме бродячих собак, Анна Миронюк. У Оскара больные глаза и нездоровая печень 4-месячного щенка, породы китайская хоклатая, волонтеры нашли на улице в Макеевке. А неделю назад у малыша появилась хозяйка светская львица – королева Марго. Сердобольная красавица королева вечеринок и гламура увидела фото малыша на сайте приюта. Каждые два часа псу нужно закапывать больные глаза. Поэтому львица Марго и малыш Оскар всегда вместе. Дома, в машине, на работе. Есть и хорошие люди, которые помогают, отзываются и говорят спасибо, что есть такая девушка, которая помогает. Есть, которые не очень хорошо, глядя на мои фотографии, говорят, это тусовщица, она завела себе очередную игрушку. Судя по ее фотографиям, ей вообще никогда заниматься ребенком. В общем, надо у нее забрать. В двортерьер Паша попал в ПИФ по программе ветеринарной помощи. Черепно-мозговая травма. Сейчас она уже здорова. Мы ищем новых хозяев. Продягу Мосю из Москина взяли в приют, чтобы стерилизовать и отвезти обратно. Но возвращаться на улицу Мося не захотела. После стерилизации мы отвезли ее по указанному адресу. Через сутку собака вернулась к нам. На программу ветеринарной помощи фонд развития Украины выделил 400 тысяч гривен. Больше половины потратили на приобретение автомобиля. Скорая ветеринарная помощь колесит по Донецку с июля в день до пяти выездов. Бездомным псам делают прививки и стерилизуют. Даже если нет места, мы их ложим просто в клеточках коридора. Животные на реабилитации, они нуждаются только в нормальной пище и в нормальном уходе. Я думаю, что население могло бы в этом нам помочь. Ветмашина работает пять дней в неделю и кроме своей основной задачи успевает помочь приюту. Автомобиль задействован не только под эту программу, а 40% времени он уделяет еще и привозу животных, животным еды из супермаркетов нашего города. За полгода работы службы медицинскую помощь получили более полутысячи бездомных животных. Анна Миронюк, Евгений Якунин, телеканал Донбасс.